Дорого, бессмысленно и никогда не окупится. Наиболее часто встречающиеся ответы на вопрос, почему вы не устанавливаете индивидуальные приборы учета. У Валентины Константиновны Дроздовой другое мнение. Месяц назад она установила счетчики на газ и воду. Хотя справедливости ради надо отметить, что сильно сомневалась в правильности этого решения. Потратила 9 тысяч, сэкономила уже 2. Я вот как пример, собственно, конечно, на собственном опыте, я призываю к этому. Потому что вот это вот существенное, так как я платила за квартиру, например, 5500 и 3500, это есть. Но я имею и счетчик там электрической экономии, счетчика, все счетчики, которые поставлены. Самый ходовой счетчик в Нижегородском районе электрический. Он есть почти у всех. Меньше всего счетчиков на газ. Они установлены только в каждой десятой квартире. Приборы на воду есть примерно у половины. У нас приходят квитанции. На одну воду 10 кубометров в месяц, на другую 17. Вот сейчас я пошел уже месяц лишним. На одном счетчике 2,8, на другом около 3 кубов. Вот за месяц лишним. Разница в воде горячей в 5 раз. Вот считайте. Так что на воду стоят счетчики обязательно. У нас все поставлены газовые, на холодную, на горячую. Очень выгодно. Прописано 3 человека. Экономия большая. В общем, все опрошенные нами жители сходятся в одном. Экономия начинается уже с первого месяца использования. Поэтому счетчики устанавливать нужно. Первое, то что, да, на самом деле, экономия каждого отдельного взятого жителя. На кармане человек на своем ощущает. А второе, то что существует пресловутые понятия ОДН. И если у нас с вами не весь, не во всем доме есть счетчики, и в каких-то квартирах расчет ведется не по счетчикам, а по нормативу, а прописан там один человек, а живет 10 человек, то получается, что за эту квартиру платят его соседи. Это неправильно. Тем же, кто счетчики устанавливать по-прежнему отказывается, скажем, что с 1 января по нормативам платить будет дороже на 10%. Как сказали жители Нижегородского района, вот и считайте. Александр Быков, Фенат Бегбаев. Объективно. ННТВ.